4 февраля губернатор Игорь Руденя проинспектировал ход капитальных работ в здании областного дворца бракосочетания в Твери. Этот важный в том числе и с точки зрения имиджа объект создается по поручению главы региона. В ходе визита он потребовал, чтобы все работы исполнялись с максимальным качеством. Уже сейчас можно сказать, что это здание в свободном переулке выглядит как самый настоящий дворец с прекрасными классицистическими фасадами. Едва губернатор их начал осматривать, как к нему тут же подошла молодая пара. Очень хотелось бы расписаться в этом ЗАГСе. Когда собираетесь? В Казахстане. Ну, наверное, ближе к лету. Давайте, в течение года тогда. Хорошо? Я думаю, что мы к лету уже откроем. Сейчас пандемия спадет и будем ждать вас как первых посетителей. У вас будет большая честь открыть этот ЗАГС. Сейчас в ЗАГСе Тверской области можно получить 12 государственных услуг. Ежегодно они востребованы более чем у 150 тысяч жителей региона. Новое здание сможет принять еще больше граждан. В новом здании можно будет проделывать еще большую работу. Тут будут открыты уже 27 кабинетов, а также сразу несколько залов для торжественных церемоний. Будет у нас работать 4 зала. Три из них на одновременная работа на регистрацию брака. И один зал будет работать на торжества, связанное с имя-наречением. Он вновь жителя города Твери. Будет работать он на юбилее супружеских пар. И будет он работать как фото-зона для молодоженов. В данный момент работы по перестройке подходят к концу. При этом в помещениях сохранены все архитектурные элементы. В частности, лепнина. При отделке внутреннего пространства дворца бракосочетания были использованы все классические интерьерные решения. В ходе отделки помещений применялись долговечные материалы. Такие, как мрамор и гранит. Вместе с тем, здесь появились приметы и нового времени. Все-таки это не реставрация, а реконструкция. Да, с одной стороны, здесь восстановлены все элементы сталинского амбира. Вот эти замечательные пилястры, карнизы, лепные розетки. Но с другой стороны, натворяет 21 век. Для инвалидов здание должно быть доступно. Так же появился вот этот лифт. Его тоже постарались вписать в интерьеры, украсив вот этими узорами. Сейчас в здании заканчиваются внутренние и фасадные работы. Обустройство архитектурной подсветки здания. Подготовка к облицовке цоколя. Планируется благоустройство пролегающей территории. Расширение общественного пространства перед дворцом. Установка на площади скульптуры, посвященной венчанию небесных покровителей Верхней Волжи. Михаила Тверского и его супруги Анны Кашинской. Очень внимательно относимся ко всем деталям реализации этого проекта. С учетом того, что проект является знаковой. И как только уже спадет опасность распространения пандемии, мы надеемся, что это уже будет к осени, то уверены, что в этом году наш дворец-бракосочетания Тверской области откроет свои двери для молодоженов, для всех, кто хотел бы его посетить. Таким образом, у строителей и руководству ЗАГСа есть достаточно времени, чтобы качественно завершить все работы, учтя в том числе и замечания, высказанные губернатором в ходе нынешней инспекции. Ведь Игорь Руденя по традиции вникал в каждую мелочь, понимая, что дворец-бракосочетание должен стать гордостью всего Верхней Волжи.